здравствуйте дорогие друзья вас приветствует галина конышева сегодня 22 июня 2024 года и у нас дата день скорби до день начала великой отечественной войны которые наш народ понес огромные потери людские потери пол страны было разрушено и атака началась с брестской крепости эта война стала водоразделом человеческих душах нашего народа многие многие тысячи сотни тысяч сдавались в плен сдавались врагу или шли работать на врага другие стояли насмерть погибали но не сдавались не продавали советскую власть не продавали свой народ и свою родину вот так разделила всех война и брестская крепость стала не исключением потому что там такой же водораздел в душах прошел там были те которые сдавались плен есть фотографии вот 33 казармы тоже так символично 33 масонское любимое число и были те которые воевали до последнего патрона до последней капли крови это брестская крепость это все брестская крепость поэтому она воевала где-то в течение месяца хотя на то чтобы ее захватить у гитлера было рассчитано всего несколько часов и впоследствии гитлеровцы сами фашисты немецкие писали о том что это была самая кровопролитная битва в начале войны это брестская крепость они не ожидали конечно этого потому что они были готовы пройти быстрым маршем до москвы летом летней форме до зимней кампании то есть они вообще не рассчитывали воевать зимой но не сошлось хотя еще раз говорю предателей тоже было много и вот брестская крепость одна из таких показателей что и герои и предатели но героев было больше в этой брестской крепости когда-то начале еще в царское время работал генерал карбышев дмитрий карбышев это царский офицер генерал который попав плен в великую отечественную войну не сдался гитлеровцам не пошел на сотрудничество с ними казался в плену оказался в концлагере и погиб геройски погиб не сдавшись то есть его поливали холодной водой на жесточайшем морозе превратился в ледяную глыбу в отличие другого генерала который из простого народа не царский генерал-то власов который пошел на сотрудничество не с немцами издал целую армию и целая армия погибла кто-то действительно сотрудничал с немцами которые просто полегли и на них легло клеймо предателей вот такие разные генералы были вот брестская крепость она была знаменита еще тем что на ней были обнаружены надписи умираю но не сдаюсь прощай родина и некоторые надписи были вскрыты совсем недавно и ведь дело в том что они там в подвалах там действительно обширные подземелья брестской крепости это крепость звезда возможно она вообще допотопная эта крепость старинная и наши красная армия брестской крепости гарнизон все-таки по моим сведениям готовился к войне и знали что будет нападение и подвалах подземельях у них был какой-то запас оружия и проверантов и вот месяц им хватило на то чтобы сражаться еще раз говорю до последнего снаряда до последней капли крови когда они уже были в глубоком тылу и они понятия не имели что происходит там может быть может быть и уже все все бесполезно но нет наши советские люди русские люди воевали и не сдавались они знали что они погибнут наверняка не не сдавались это очень важно как генерал карбышев это очень важно не сдаваться врагу потому что паразиты которые захватывают вот неправедная война идет захватническая жестокая грабительская война уничтожение геноцид советского народа и они стараются стремятся переложить перенести вину на жертву это классика классика жанра и вот герои которые понимают что да они все равно обречены они все равно погибнут не выбирают смерть может быть жестокую лютую смерть но это стойкость духа как есть то непротивление невозможность принять аферту паразитов убийц жестоких убийц и вот эта война она как раз показала том что все таки в основной массе наш народ непобедим и дух нашего народа силен и могуч и никакие паразиты эти фашистские данном случае немецкие оккупанты не смогли не смогли победить наш народ мы победили в этой жесточайшей битве а вот сегодня сегодня нам пытаются опять подвести уже по хитрому по тихому чтобы мы опять признали эту аферту фашистскую вот этого философа ильина подсовывают еще какие-то моменты подсовывают сколько попыток было очарнить сталина сказать что сталина равно гитлер и сегодня эти все попытки есть это очень важно помнить о подвиге генерала карбышева голи королевы александра матросова гастелла масса масса героев было и безымянных героев в том числе неизвестных героев сегодня много документов открывается новых фотографий из немецких архивов в том числе кстати многие ветераны они всю свою жизнь не могли слушать и слышать немецкую речь настолько она им было отвратительно вот такая история и мои мы были в березской крепости белоруссия я вам хочу показать несколько кадров начну с хатыни мир веках не помнят таких злодеяний на всей нашей земле фашисты построили чудовищные лагеря смерти люди погибли в них непокоренными с твердой верой победу своей матери родины вот сколько сожгли деревень и поселков вот что такое фашизм вот что такое фашизм не тут кто-то задавал вопрос что вы понимаете под фашизмом когда вы говорите там пролина еще что то что вы подразумеваете под фашизмом вот это вот это вот это все вот это это не хатынь хатынь вон там видяется несколько домов деревенька небольшая деревенька несколько домов раскинутое поравнение среди лесов а вот это все вот эти памятники беларуси сожженные вот что такое фашизм вот он вот наглядно живыми людьми детьми еще у кого-то есть вопросы миллионы людей сколько обезлюженно территории было не только не только разрушена обезлюженно если семь восемь миллионов солдат красной армии это не так никто не ответил те кто без вести пропавшие они входят в эти списки или нет или их столько же будет без вести пропавшие в концлагерях вот я недавно нашла своего деда кстати или на тоже дед ильин и его брат моему деду было 25 лет а его брату 27 лет вот брата нашли совсем недавно оказался он польском концлагере погиб вот интересно они входят в число жертв погибших бойцов красной армии это бойцы красной армии не погибли и сколько мирных жителей просто уничтоженных вот эта жестокость вот что такое фашизм вот что такое фашизм нацизм фашизм да кто-то считает что он должен жить а другой нет кто-то берет на себя право убивать причем тех кто не может дать сопротивление беззащитных людей детей вот что такое фашизм так с ноября с ноября 1958 года по сентябрь семидесятого года в районе белого дворца его подвалах обнаружены останки более 140 человек в том числе женщин и детей мы здесь они прятались в апреле 2019 года обнаружила останки ребенка 70 лет 7-10 лет и ну там наверняка еще есть это только то что не обнаружено в подвалах и замазали и закрыли и там она эта могила больше не потому что где они еще идут они туда они все эти подвалы соединены с этими зданиями это классика это классика жанра близкая крепость истекала кровью умирала но не сдавалась она не сдалась наш народ победил в этой жесточайшей битве но враги оказались сильнее не перехитрили нас и сегодня сегодня к сожалению наш мавзолей на 9 мая драпируются прячется это говорит о том что у нас продолжается оккупация такая гибридная такая как бы скрытая не совсем понятная но близится эра светлых годов и вот такой калаш мне встретился да будет так чтобы на нашей красной площади в скором времени было было знамя победы знамя нашего советского народа и генералиссиумуса сталина под руководством которого мы победили с вами была галина конышева берегите себя до свидания